В школах откроют новый факультатив по хозяйству. Его будут проводить один-два часа в неделю для учеников первых-третьих классов. Спортивные навыки проверят как минимум три раза в год по утвержденным таблицам с показателями. В программе занятий также различные упражнения, изучение истории возникновения и развития игры, её влияние на здоровье плюс основные требования к экипировке. В Беларусь пришла очередная волна паводков. В Могилёвской области последствия весенней стихии уже ощутили жители пяти районов. Уровни воды превышают опасные отметки на березине, друте, сожи. Среднее плюсование доходит до 19 сантиметров в сутки. Метеорологи ведут круглосуточный контроль на 12 гидрологических постах. На самых проблемных дежурят спасатели. Нынешнюю ситуацию критичной не считают. В Бобруйске ликвидирована нарколаборатория. Преступником оказался 38-летний местный житель. В своей квартире он выращивал коноплю. При обыске обнаружено оборудование для вентиляции и освещения, регулятор кислотности почвы, удобрения и система полива. Изъяты также кусты каннабиса, семена и 100 грамм марихуаны. Возбуждено уголовное дело. Коммерсанту грозит до пяти лет лишения свободы. В Бобруйске 8 апреля пройдёт городской субботник. Его организуют в рамках месячника по благоустройству, который продлится до 27 апреля. За это время чище станут улицы, дворы, скверы, парки и промышленные зоны. Особое внимание уделят мемориальным комплексам, местам боевой и воинской славы. Присоединиться к движению может любой желающий. Инвентарь предоставит ЖЭУ по месту жительства.